До знаниям отдела МВД России по Тахтамукайскому району в отношении 32-летнего жителя посёлка Яблановского возбуждено уголовное дело по статье УК России. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшие его гибель или увечья. Поводом стали результаты проведённой полицией района проверки по сообщениям от граждан о том, что в посёлке Яблановском мужчина металлическим предметом несколько раз ударил собаку на глазах у детей. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что подозреваемый в субботу в дневное время, находясь около своего подъезда, нанёс деревянным бруском удары собаке по голове. После этого мужчина отнёс животное в мусорный бак. Узнав, что пёс жив, он взял металлическую арматуру и пытался довести умысел до конца, но ему воспрепятствовали местные жители. По уголовному делу сейчас сотрудниками полиции Тахтамкайского района опрошены жильцы близлежащих домов, в том числе и многоквартирных. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Добавим, что санкция части 1 статьи 245 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях Адыгеи продолжает находиться на особом контроле в МВД. Стражи правопорядка регулярно посещают эти учреждения, проверяют соблюдение установленных норм и правил, проводят инструктажи и рабочие встречи с администрациями. Так, в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» делегация побывала в лагерях «Горная легенда», «Лань», «Горный». От Министерства внутренних дел по республике Адыгея в мероприятие приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД Андрей Федосеев, начальник службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Сергей Бакланов. Сопровождали полицейских уполномоченных по правам ребёнка в Адыгеи Наталья Агеева и представители общественного совета при ведомстве, полковник милиции в отставке Николай Киселёв и председатель Союза женщин республики Галимет Ворокова. Руководители оздоровительных учреждений проинформировали полицейских и общественников об организации досуга ребят и правилах поведения на территории лагерей, а также за его пределами. Помимо этого, проверяющие обратили внимание на квалификацию вожатых отрядов и дружин. Большинство из них уже не первый год занимаются данной деятельностью. При общении с руководством детских лагерей стражи правопорядка обратили внимание на дорожную дисциплину отдыхающих в ходе пеших прогулок, а также призвали своевременно реагировать на любые изменения в поведении несовершеннолетних. Как показывает практика, даже проведение профилактической беседы с подростком позволит предотвратить возможное наступление негативных последствий. По итогам, проверок существенных недостатков не выявлено, а в документации с сотрудниками полиции сделаны соответствующие отметки.